Я помню, что уже в школе, начиная примерно со второго класса, когда я сам самостоятельно начал читать книги, меня вот интересовали именно исторические сюжеты. Как это получилось? Ну, возможно, под влиянием моего отца, он тоже историк. И меня захватывало прошлое. Вот как жили люди в прошлом, как они организовывали свою жизнь, какие-то интересные факты. Но это может быть не художественная литература в большей степени, когда я знакомился вот с захватывающими сюжетами, скажем, про пиратов, к примеру, да, там Рубинзон Крузо, например, такой очень интересный роман Даниэла Дефо. Это в свое время школьники даже проходили как по программе учебной. Это все было интересно, и поэтому у меня возник уже к концу учебного процесса, к концу уже школы, что я должен поступить в вуз, где дают образование историка. И я поступил в, значит, в то время назывался педагогический институт имени Валерия Брюсова, где было историческое отделение, которое я окончил с успехом, правда, с перерывом еще на два года в армии служил. Тогда это было обязательно, то поколение, к которому я отношусь, они практически все, 95%, больше все учили, кроме обучения, значит, после 18 лет призывались в армию, и это обязательное условие было. Ну, это тоже такая школа жизни была в советской армии, два года получить определенные знания, так. Это тоже мне помогло по жизни. Потом пришел и продолжил свое образование, кстати, в Синах, вот того вуза, в котором мы находимся. Тогда, значит, этот педагогический институт находился в этом здании, и он, это здание для меня родное, можно сказать. То есть, так, круг же по жизни замкнулся, я здесь учился в этом здании, сейчас я преподаю. Это, есть что-то такое в этом, если не мистическое, то, по крайней мере, символическое явление. В общем, для меня это такой дополнительный стимул, когда я здесь преподаю в тех же аудиториях. Я помню, как мне преподавали преподаватели, которые высшие квалификации были, многих, к сожалению, с нами сейчас нет, но я память о них храню, такую благодарную память, надо сказать, что они выучили меня и сделали специалистом. В Российско-Армянском университете я оказался несколько случайно в 2009 году, и, можно сказать, я уже преподаватель со стажем. В Российско-Армянском университете уже, можно сказать, полтора десятка лет я преподаю, и для меня, надо сказать, что эти годы стали очень плодотворными. Я и в науке много успел сделать и подготовить уже сколько поколений выпускников, специалистов по зарубежному регионоведению, это китай-оведы, это япон-оведы. Конечно, я преподавал им историю, но, во всяком случае, мы много общались с нашими студентами, и я надеюсь, что-то полезное я им по жизни дал. И они многие занимают очень достойные позиции в жизни сейчас, и я чувствую, что они благодарны. Вот они благодарны, что мы с ними работали, мы с ними учились, и они приобрели определенный такой массив знаний, который им помогает сегодня добиваться большего, занимать высоты, которые, можно сказать, достойны выпускников РАУ. Я специалист по Кавказоведению, я специализируюсь в этом направлении по истории Грузии и Западного Закавказья, в которые входит и Абхазия тоже. У меня диссертация была по истории, по статусу Абхазии, но, в целом, у меня есть уже четыре монографии, посвященные этим проблемам, которые вот даже вышли в последние годы, это 22-23 год. В целом, у меня есть определенные позиции в этой сфере. Меня знают как специалиста за пределами Армении, у меня есть контакты научные, определенное уже сотрудничество с зарубежными, в частности, российскими историками, специалистами, также с кавказоведами. В целом, надо сказать, что меня очень увлекает эта тема, и она очень актуальна, потому что наш регион, он сам по себе очень важен для, не только в качестве, скажем, такого научного какого-то предмета, но и в то же время это регион, который в мировой какой-то такой классификации, он интересен своим многообразием. Именно Кавказ, к которому примыгает и Армения, он привлекает своим культурным многообразием, своим историческим прошлым. В целом, специалисты со всего мира, они приезжают сюда, интересуются, и надо сказать, что приятно бывают удивлены, когда встречают в Армении людей, ученых, которые имеют достаточно высокую квалификацию, которая востребована мировой практике. Ну, заведующим кафедрой я был назначен в октябре прошлого года, но с сентября я исполнял обязанности. Надо сказать, что кафедра мне досталась в прекрасном состоянии. Маркарян Ерван Грантович, доктор наук, профессор, он многие годы посвятил становлению этой кафедры всемирной истории зарубежного регионоведения. Я, опять же, долгие годы работал вместе с ним и продолжаю работать под его руководством. Надо сказать, что мы многое делаем, чтобы предметы, те, которые поручены преподавать нашей кафедре, чтобы эти предметы, они на высоком уровне преподавались студентам. И все новейшие требования, которые существуют, в том числе и в науке, мы доводили до студентов. То есть, это курс бывает и стандартный, и в то же время, так как преподаватели кафедры, в том числе, занимаются наукой, они в своих лекциях, и в том числе и я, стараемся довести до студентов новые какие-то знания, которые еще в учебниках не нашли свое место. В целом, можно сказать, что это вызывает интерес у наших студентов. Они посещают лекции с большим интересом. Можно сказать, что мы держим, так сказать, руку на пульсе. Кафедра курирует не только преподавание предметов, связанных с историей, это история России, история Армении, но и зарубежное регионоведение, где преподается история и культура Китая, Японии, Кореи. Причем это делается очень с большими знаниями самих преподавателей. И надо отметить, что студентам очень интересны эти предметы. Они с энтузиазмом посещают занятия. И в целом, надо сказать, что направление зарубежное регионоведение, оно очень перспективное. Перспективное в том плане, что мы изучаем и преподаем историю, культуру, языки стран Восточной Азии, которая, как я сказал, представлена вот этими крупнейшими экономиками мира, китайской, японской, южнокорейской. И в целом эти страны, они все больше интереса проявляют к нашему региону. Поэтому те специалисты, которые готовятся в рамках Российско-армянского университета, в частности по направлению зарубежное регионоведение, они находят применение своим знаниям на протяжении уже последних лет. Мы видим, что все больше и больше открывается рабочих мест. И потребность в наших специалистов все больше и больше возрастает. Мы очень горды тем, что можем принести пользу своей стране, своему ВУЗу и нашим студентам. В принципе, есть преемственность преподавания. Все преподаватели, специалисты, они, конечно же, учитывают опыт прошлого. Обязательно надо следовать каким-то правилам, которые выработаны на протяжении долгого времени. И эти правила, они прошли апробацию в стенах ВУЗов. Такие правила есть и в РАУ. На самом деле, РАУ имеет достаточно долгую историю, чтобы говорить о собственной традиции. О собственном методе преподавания в РАУ. Надо отметить, что это передовой метод преподавания. И не зря РАУ является лучшим ВУЗом Армении. Я надеюсь, что в какой-то момент РАУ станет и лучшим ВУЗом, скажем, Евразии. К примеру, если будет такой рейтинг, и мы, конечно же, будем очень горды вот такими достижениями. Хотя, надо сказать, что мы и сейчас занимаем очень высокие положения в целом среди ВУЗов. И будущее РАУ мне видится, конечно же, в самых радостных тонах. Потому что чем дольше мы работаем, тем накапливается больше опыта. И он помогает тем новым поколениям, которые приходят на работу в РАУ. А это же наши выпускники. В РАУ выпускники уже занимают достаточно высокое положение. Являются и заведующими кафедрами, и ведущими специалистами. То есть, у нас, можно сказать, возникла целая школа РАУ. Школа по всем направлениям. По всем направлениям, которые существуют в нашем университете. И будущее, конечно, РАУ, оно нас селяет всяческие надежды и энтузиазм. Мы даем разносторонние знания. На самом деле, эти знания вполне достаточны, чтобы потом специализироваться именно в направлении истории. У нас есть программа в РАУ годичная истории. Но пока она не раскручена. Надеемся, что в ближайшее время мы попробуем эту программу возродить. Вот так, к жизни, чтобы она работала. И у нас были студенты, значит, вот этой годичной, по этой годичной программе поступали. И обучались в магистратуре. Становились историками. Ну, как бы специализировались в этой области. Эта программа, она утверждена Министерством высшего образования. Но мы набор учащихся, магистрантов, по этой программе еще не осуществляли. По данной программе может поступить любой, кто окончил курс бакалаврата. Когда будет объявлен соответствующий курс. Продолжение следует...